Всем доброго времени суток! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня на календаре 30 ноября и, признаю честно, я не знаю, как в осени получается вот просто проходить мимо меня. Пролетела она практически незаметно, очень быстро, но это означает одно, фавориты осени и, если вам интересно, оставайтесь со мной. И давайте уже по традиции начнем со средств для лица. Первое, что я хочу вам показать, вот такой вот оптический корректор от фирмы Гарниер, у меня в объеме 15 мл, есть такой же в объеме 30. Это новая их такая вот фишечка, это разглаживающая основа корректор, то есть, по идее, она именно наносится непосредственно перед тем, как наносить тональное средство, ваши консилеры, корректоры и так далее и тому подобное. Конечно же, это больше подходит для женщин, у которых уже появились морщинки, для женщин, у которых уже больше 30. Маме моей он очень понравился, но она просто не привыкла каждый раз пользоваться перед нанесением тонального средства какими-то вот дополнительными уходовыми средствами для глаз, особенности, если ей достаточно просто увлажняющего крема. Поэтому она, в общем-то, отдала его мне и мне он тоже очень понравился и сейчас вам объясню почему. Очень многие консилеры, например, вот у меня в данном случае есть вот такой вот от Вов в оттенке 12, кстати, тоже мой фаворит, но о нем чуточку попозже. Он достаточно плотный, то есть, хорошо перекрывает какие-то покраснения, очень нехорошо перекрывает синячки под глазами, но он достаточно тяжелый. То есть, наносить его под глазки нужно только если у вас есть вот такое вот классное средство. То есть, он именно в моем случае служит в качестве базы перед нанесением консилера и тонального средства. Использовать его как уходовое средство у меня пока не получается, просто потому что он имеет такие маленькие светоотражающие частички, которые на ночь как-то наносить, ну, мне кажется, несколько бессмысленно. Какого-то вот прям очень сильного увлажняющего эффекта у данного кремчика нет, но именно наносить его перед нанесением косметических средств мне безумно-безумно понравилось. И поэтому вам могу его тоже смело советовать, особенно если вы любите пользоваться такими вот тяжелыми консилерами, таким же относится Катрис, Маковский консилер, то вот это средство вам просто идеально подходит. Ну и коли же заговорили об этом консилере, у меня он долгое время лежал-валялся, пока я вот, собственно, не купила вот это средство. И теперь я могу спокойно его использовать на все абсолютно лицо. Подглазки наносить, на глазки наносить, на какие-то покраснения, прищечки и так далее. Он идеально подходит, он идеально все перекрывает. И еще одно средство, которое я вам просто не могу не показать в видео, это вот такой вот светоотражающий, корректирующий флюид от фирмы Bell. Как я уже говорила ранее и показывала вам ранее в других видео, мне его прислала Юлечка из Санкт-Петербурга. То есть я знаю точно, что в Санкт-Петербурге они есть, но пока в Краснодаре подобного средства я, к сожалению, не вижу. Bell, что весьма-весьма печально, но я продолжаю за ним охотиться. Обалденное средство, которым мне безумно приятно пользоваться, которое можно использовать, в общем-то, самостоятельно, без всяких консилеров, корректоров. То есть у него достаточно хорошая плотность покрытия, и вам дополнительных средств уже не требуется, что весьма-весьма приятно. К тому же это средство придает сияние, то есть дополнительно хайлайтеров вам использовать не нужно. Ваша кожа выглядит отдохнувшей, здоровой. Собственно, чего еще можно желать от подобного бюджетного средства, я просто не знаю. Продолжая тему лица, показываю вам вновь вот такую вот палеточку от Эльф. У меня, если не ошибаюсь, в номере один. Я вам уже показывала ее в другом своем видео. Мои 10 первых замен, если вдруг моя вся косметика пропала. Если что, вот сюда по ссылочке переходите, посмотрите. Так вот, по-прежнему они являются моими фаворитами, по-прежнему я их юзаю. И вот уже скоро-скоро появится, что на бронзере, что на румянах, уже такая маленькая дырочка. Безумно мне понравилась эта палетка, учитывая то, сколько она стоит. Просто шикарная находка для тех девушек, которые любят и скульптурировать свое лицо, и слегка-слегка выделять чечки румянами. Если переходить к глазам, то здесь у меня несколько бюджетных средств и одно из люксовой косметики. Давайте, наверное, начнем все-таки с бюджетных. Эти продукты вы уже видели у меня. Это база от NYX High Definition. Мне она безумно-безумно нравится. Шикарно держит тени. Действительно передает тот цвет теней, который должен передаваться. Абсолютно ничего не скатывается, никуда не девается. Шикарно все тушуется. То есть, в принципе, эту базу можно считать идеальной. Подходящей на все случаи жизни. И также покажу вам вот эту вот свою палеточку, которая в последнее время у меня чаще всего тянется рука. Это также палеточка от NYX. Genesis Qua называется. И это оттеночек Lip 10. Если я не ошибаюсь. В общем, здесь все цвета. В основном, конечно, в коричневых таких оттеночках. Есть и шиммерные, есть и сатиновые. Есть и два цвета матовых. В принципе, с этой палеткой можно создать как ежедневный макияж, так и вечерний, праздничный, какой угодно. Если хотите, могу вам даже подобные макияжи показать. Вариаций, как вы видите, здесь огромное количество. То есть, с девятью оттенками действительно можно создать на любой вкус абсолютно макияж. Про качество теней я вам уже также рассказывала. Они шикарно тушуются, они легко наносятся, они действительно хорошо пигментированы, действительно хорошо передаются. Причем вы можете использовать как свои инструментики, которые у вас есть, то есть пальчики, так и кисточку. Да и, в общем-то, если приноровиться, можно использовать вот этот вот спонжик. Но, признаюсь честно, никогда не умела ими пользоваться. И, боюсь, никогда и не научусь. И последнее, что я вам покажу для глаза, это, конечно же, туши. У меня здесь две любимицы. Первая от Гурмандис. У меня в сиреневом, в данном случае, оттенки. Как-то вот я прям, не знаю, полюбила в этой осенью подобную тушь. Как-то она прям радовала меня, особенно, когда она была у меня на нижних ресничках. То есть, создавала такой некий акцент на глазках. При этом у меня макияж был абсолютно спокойный, в таких вот светло-коричневых оттенках. И, знаете, все забываем вам сказать. Самым главным плюсом, как мне кажется, в данной туши, то, что у нее мягкая упаковочка. То есть, в принципе, вы можете сами контролировать набор на щеточку, даже если у вас ее мало осталось. Да и, в общем-то, можете видеть, сколько у вас еще осталось продуктов в тюбике. Это, мне кажется, безумно-безумно удобно. И вторая тушь, которая, к сожалению, пока у меня находится в пробном варианте, но которая мне уже успела полюбиться и понравиться. Это тушь Ливолин де Шанель в оттенке 10 Нойр. То есть, абсолютно черная. У нее вот такая вот щеточка силиконовая. Насколько я не люблю эти силиконовые щеточки, но здесь она, конечно, просто уместна. Не знаю, пока буду ли я покупать полноразмерную версию. Пока еще продолжаю ей пользоваться, но вот именно этой осенью она, конечно, была у меня чистым мастхевом. Теперь давайте перейдем к продуктам для губ. Чаще всего я использовала вот эти два продукта. Это карандаш от Белль в оттенке 14, собственно, он сейчас нанесен у меня на губы. И сверху, в качестве такого закрепителя, что ли, я использовала помаду Торт Визаж в оттенке 504. Вот такой вот капучиновый цвет. Она, собственно, так и называется. У меня эта помада вот уже вот-вот скоро у нее сечет срок годности. И я, конечно же, куплю себе на замену точно такую же, потому что цвет универсальный. Мне он безумно понравился и очень многие мне делают комплименты, когда я ее ношу на губах. Но также были и оттенки чуть более светлые, которые мне также нравилось носить этой осенью. Один из них я вам уже показывала. Это Риммель в оттенке 240 Андрес. Чисто такой нюдовый коричневый оттенок. Очень здорово эта помадка наносится на губы, очень красиво смотрится. Не подчеркивает абсолютно шелушение, если у вас есть на губах трещинки какие-то. Не сказать, конечно, что она прям очень сильно увлажняет, но при этом и не пересушивает губы. Еще одна любимница, которая появилась у меня совсем недавно, но уже успела мне полюбиться, это вот такая вот помадка от H&M Lipstick в оттенке Perfect Nude. Друзья, вы уже очень часто видели меня с этой помадой в видео, очень многим она нравилась и мне она тоже безумно нравится. Мне кажется, что вот я наконец-то нашла себе тот оттенок светлой помады, который просто шикарно смотрится на моих губах. Если раньше я покупала светлые помады, то тут же у меня лицо становилось каким-то болезненным, бледным, зубы с желтыми. С вот этой помадой такого нет, безумно, как я уже сказала, красиво она смотрится, подходит как для вечернего, так и для дневного макияжа. Очень хорошо держится на губках и абсолютно их не пересушивает. Еще в заключении хочу вам показать 4 оттенка лака, которые мне безумно нравилось носить этой осенью. Во-первых, это, конечно же, Eva Mosaic в белом оттенке, номер 053. Также мой новый фаворит от Eva Mosaic в оттеночке 111, это такой вот брусничный цвет. Обожаемый мной стал вот такой вот глиттер от NYX в оттенке NGP 162. Вот такой вот космический лак, как его уже многие прозвали. И тот оттенок, который вы видите у меня на ногтях, вот такой вот от Divash в оттеночке 04, это Everlasting Salon Manicure. И в общем-то все, вот такие вот были у меня фавориты в этом сезоне осенью 2014 года. Это нежданно-негаданно, но уже подошла к нам зимушка, а это значит, что скоро Новый год, зимние каникулы, отдых, оливье, мандаринки, елка и так далее. С нетерпением буду ждать окончания зимы, чтобы вновь вам снять фавориты свои. Ну а пока на этом все. Желаю вам всем как всегда удачного дня, увидимся в следующих видео. Пока-пока-пока! Пока-пока!